Вот и прошло суровое зимнее время. Весна полным ходом, все растаяло уже, птицы прилетели вчера, даже скворцы у меня, скворечники тут недалеко поселились, семейства. А я собираюсь в рейс дорогу, у меня еще есть буквально неделька-полторы до закрытия дорог. Весной закрываются дороги для проезда грузовиков, так называемая просушка, и мне нужно управиться, вернуться домой до этого срока. Загрузился я на город Волгоград, повезу груз, вчера я съездил на завод, то есть у меня здесь уже уложены огромные-огромные ящики. И мне теперь нужно приготовить машинку для того, чтобы двигаться в рейс уже спокойной душой. Я сейчас буду крепить груз, увязывать, фиксировать так, чтобы у меня ничего не поломалось, чтобы я мог довести все в целости и сохранности. Ну и заодно покажу, как-то ребята меня спрашивали, что за датчики. Да, на ящиках стоят очень хитрые датчики, американские, которые следят за тем, чтобы по ним не было никакого удара, чтобы их не перевернули, не стукнули. Как это работает, я вам сейчас покажу. Машина у меня грязная, как поросенок. Ну вот такая вот грязище везде. Мойся, не мойся, он только заехал на площадку, все, видите, сразу весь как поросенок, весь грязный и ничего с этим не поделаешь. Ладно, ничего, осталось тут совсем чуть-чуть, скоро уже будет чисто, сухо. И можно будет совершенно спокойно заезжать на моечку. Груз у меня выступает за верхний предел, выше, что называется, выше крыши. Но, тем не менее, я остаюсь в рамках закона, потому что машина у меня низкая. Высота автомобиля у меня в целом 3,8 метра. Даже где-то 3,7 получается в некоторых местах, в некоторых точках. И я могу себе позволить поставить груз таким образом, что крыша у меня сдвинутая, но, тем не менее, сам груз остается в пределах допустимых габаритов. То, что у нас допускает законодательство. И поэтому инспектор на дороге не может мне ничего предъявить, потому что я ничего не нарушил. А если я превышу вот этот самый рубеж 4 метра, то мне идет серьезный штраф. Это по весогабаритным нормативам, что перегруз, что негабарит. Это очень серьезная статья и чревато очень большими штрафами. Вот, смотрите, ребята, такая ситуация. Значит, вот этот ящик, он весит без малого 2 тонны. Казалось бы, ящик и ящик. Вот его поставил, никуда он не денется. Но, на самом деле, это чисто субъективная такая оценка. В процессе движения, когда прицеп швыряет из стороны в сторону, мотыляет по-разному, ящик этот просто стремится подпрыгнуть. То есть вес его становится практически нулевой на какое-то мгновение. При этом прицеп, естественно, ходит из стороны в сторону, и ящик потихоньку, потихоньку, потихоньку начинает куда-нибудь смещаться. Поэтому груз нужно притягивать с силой, как минимум равной весу этого самого груза. То есть, если у меня ящик весит 2 тонны, то я должен притянуть его, соответственно, ремнями с усилием минимум в 2 тонны. Тогда он будет стоять на прицепе уже намертво, никуда не подпрыгнет. Но есть еще одна хитрость. Несмотря на то, что он со всех сил притянут вот этими вот мощными ремнями, тем не менее, он имеет свойство потихоньку, потихоньку, но сдвигаться. Это как раз-таки происходит в пиковой нагрузке. Когда происходит импульс такой ударный, ну, по принципу, как молоток, да, то есть, если просто положить молоток на гвоздь, то вы его не забьете. А если вы создадите ударный импульс, ударите молотком, то гвоздь под действием удара, соответственно, будет входить в материал. Об этом многие не задумываются, но на самом деле это так. И в результате, в процессе движения, пока доберешься за несколько тысяч километров, груз уже у тебя куда-то сдвинулся. Сдвинулся груз, начинаются проблемы с резиной, с подушками, с инспекторами дорожно-постовой службы и так далее. В общем, для того, чтобы это избежать, нужно просто-напросто крепить заранее, грамотно и ответственно, так, чтобы потом не возникало никаких проблем. Что буду делать я? Я в своей ситуации поступаю так. Ставлю доску распорную в этой части так, чтобы она упиралась до доска, соответственно, в боковые стойки. Эта доска у меня, сейчас я отпилю по размеру, и аккуратно приболчу специальными шурупами к этому ящику. Таким образом я его зафиксирую от того, чтобы он не мог сдвинуться. Следующий нюанс, сверху, та же самая ситуация. Для того, чтобы борта у меня не колыхали, для того, чтобы не ломать вот эти вот стойки в их основании, аналогичную доску я креплю сверху. Таким образом ящик уже, получается, будет удерживать борта прицепа для того, чтобы они не входили в резонанс и под ветровой нагрузкой не колыхали со стороны в сторону. Еще один важный нюанс – это ворота. Поскольку крыша у меня сдвинута, у меня отсутствует поперечная перемычка. Поэтому каждая воротина может зацепиться замками только за нижние крючья. Сверху им зацепиться не за что. Верхняя часть у меня остается воздух. Если оставить это дело так, как оно есть, то за то время, пока я доберусь до места разгрузки, за счет вибраций и боковых усилий всевозможных, у меня начнут отламываться петли и начнут вырываться замки, потому что усилия на дороге от ветра, от кочек, плюс масса большая ворота, получается так, что не выдерживают вот эти болтовые соединения. Они начинают разбиваться, и в результате ворота просто-напросто могут отвалиться. Даже может такое произойти. Поэтому в верхней части я точно так же буду скреплять две воротины с помощью специального бруса, который я приболчу к этим воротам. Я смогу с помощью этого бруска повязать две воротины, две боковины и ящик в одно единое целое. Получается жесткая конструкция, и можно спокойно уже ехать до места разгрузки. О, питерская погода. То дождь и то солнышко. А вот, собственно, вот эта диковинная штука под названием датчик. Что он из себя представляет? Вот такая вот клейкая основа. Она приклеивается на поверхность, которую нужно проконтролировать. Здесь вмонтирована капсула пластиковая. В этой капсуле находится красящая жидкость. И вот такая вот полость. Если этот ящик наклонить, то, соответственно, капсула повернется. И в эту полость проникнет краска. Вот это отверстие, оно покраснеет. Что будет сигнализировать о том, что груз подвергся неправильной транспортировке. Ну и, соответственно, необходимо будет по специальному акту уже сдавать, проверять, все ли там в порядке. Ну а так, этот датчик, по сути дела, избавляет меня, как водителя, от лишних заморочек со сдачей груза. То есть я сдаю уже по аналогии, как вот бывает, пломба на груз. А здесь уже получается, я сдаю, собственно говоря, датчики. Количество мест ящики и датчики, чтобы они были все исправные. Это вот один датчик, и сейчас покажу еще второй. А вот и второй датчик. Он уже реагирует на динамические воздействия, то есть на удары. Если по корпусу ящика произвести какой-то удар, то вот эта вот белая полосочка, она покраснеет. Там внутри микрокапсула соединяются две жидкости, и происходит химическая реакция с изменением цвета. Вот специально, чтобы ребятам показать, я попросил у кладовщицы один такой датчик старый, ну, он неисправен, сработавший уже при погрузке, и ударили стропом по вот этому датчику, видите, и он покраснел. Вот такой вот груз, видите, вот это оборудование. Крыша у меня сейчас сдвинута, это на прицепе, и, соответственно, на машине точно так же. Крыша сдвинута вперед, и тент аккуратно увязан для того, чтобы ветром его не полоскало, чтобы он не портился. Соответственно, прицепе здесь у меня так же сдвинуто, но здесь конструкция несколько иная, поэтому увязывать не обязательно. Там внутри механические такие армирующие части, поэтому он удерживается достаточно хорошо. Ну и вот оборудование. Крепление, как я уже говорил, на каждую тонну веса рассчитываем один ремень. Под ремни я обязательно укладываю вот такие вот пластиковые подкладки. Если этого не сделать, то в процессе движения ремень может протереться в этой точке, порваться, и, соответственно, груз останется незакрепленным. А это чревато, как вы сами понимаете, серьезными проблемами. Поэтому я всегда подкладываю вот куски обычной пластиковой бутылки, подрезаю, подкладываю, по ним ремень очень легко скользит и качественно обтягивает весь груз. Конечно, это требует очень много возни. Прыгаешь здесь, как белка, вверх-вниз по этим доскам. Но, тем не менее, зато можно уже ехать спокойно. Так, ну вот, в общем-то и все. Наверное, кто-нибудь меня спросит из моих коллег или просто тех, кто интересуется, А нахрена? Зачем все эти танцы с губном? По идее, должны на заводе сами закрепить груз, все сделать. Ну, дело в том, что наше разглядяйство национальное никто не отменял. Поэтому, так как сделают там, никто не сделает так, как я. Потому что, если я закрепил груз, то это будет качественно, надежно. Я могу спокойно ехать и не переживать, что что-то случится. И, соответственно, потом не отвечать за чьи-то косяки. Ну, а на вопрос, зачем с этим связываться, так же сам отвечу. Потому что, ребята, любая нестандартная загрузка, она требует нестандартных решений. А чем более загрузка нестандартная, тем она, соответственно, дороже стоит. Так что всему голова это деньги. Все упирается в деньги. Продолжение следует...